Здравствуйте! Вы смотрите программу «Раздвоение личности». И сегодня у нас в студии человек необычный для нашей программы профессии. Здесь у нас бывали самые разные люди, но, пожалуй, поэт у нас здесь впервые. Дмитрий Воденеков. Добрый день. Здравствуйте, Саша. Читать вслух или дать возможность прочитать стихотворение другим с листа – есть какая-то разница в этом? – Разница есть. Когда ты читаешь это сам, ты навязываешь свою волю. – В том, как это звучит? – Нет, в смысле. Потому что поэт – это человек, который продавливает пространство, и человек. Если бы я с вами разговаривал не в студии, а, допустим, вы бы слушали, как я читаю, моя задача была бы вас продавить. – А сейчас нет такой задачи? – Навязать. Нет, сейчас у меня нет такой задачи. – Сейчас у меня, значит, такое. – Ну, по-видимому. – Когда ты даёшь лист, когда стихотворение существует на листе, это, на самом деле, всегда по-настоящему сотворчество. Это значит, вы, ну, вы положим, нет, наверное, вам глубоко это безразлично. А вот человек, который любит стихи, он читает, и это совместная работа происходит. И там все смыслы есть. Не я просто один, да, который читает, а смысл текста, смысл слов, смысл людей. – Мне интересно, вы сказали насчёт того, что мне это безразлично. Возможно, это так, я не буду о себе. – Я не думаю, что это невозможно, а точно так. – Не буду о себе в данном случае. Вы видите людей, которым безразлично, которым нет? Вот, ну, как вы определили? – Да, конечно, я вот так сканирую, и сразу чувствую, что вам это безразлично. – Ага. – А вот так сканирую, и чувствую, что небезразлично. – Как выглядит человек, или, я не знаю, можно ли как-то внешне определить, которым небезразлично? Интересно. Ну, как выглядит человек, которым безразличный, вы уже поняли, да. Но на самом деле, понимаете, ведь стихи, они одну вещь проявляют в человеке. Они проявляют степень его жизни, насколько он живой внутри. Но это не обязательно стихи, да, то есть это ведь может быть все, что угодно, все, что созидает какой-то смысл. Стихи – это вещь, созидающая смысл. И если я вижу потухшего человека, то, как правило, его ничего не колышет. Ни стихи, ни песни, ни снег, там, не знаю, ни закат. Нелюбимая женщина, нелюбимый мужчина. Ну, просто все. То есть ему все по барабану. И нет никакого... Это очень хорошо видно, потому что это всегда проявляется в теле. Дело не в том, что красивый ты или некрасивый, да, там, симпатичный или нет. А дело в том, что свобода, жизнь, она проявляется в теле. Она чувствуется, это как некие энергии. Они либо есть в человеке, либо в нем ничего нет. А возможно ли его как-то расколыхать, если его не колышет, ничего каким-то образом? Да, можно, можно. Есть ли энергия? Если он не до конца мертвый, если действительно это не какой-то законченный проект, знаете, как говорят, проект закончен, проект закрыт. Если он не до конца, то, приложив определенные силы, конечно, можно раскачать человека, и чтобы он куда-то ударился, и полетел, и стал жить. А вам интересно этим заниматься? Да, мне интересно, я часто это делал с людьми. Но это очень тяжело, потому что это энергетическая история. Я же не могу там вас коснуться, я же не Снегурочка, да, и вы тут сразу ожили. Мне надо будет с вами работать, как-то. Насколько долго? Нет, я не так говорю, как будто собираюсь с вами работать, я не собираюсь. Я сейчас выйду и больше вас никогда не увижу. Не факт, абсолютно не факт. Факт. А что в этом смысле дает интернет? Можно ли через интернет людей раскачивать? Да, да, да. Вот когда ЖЖ начинался, когда он продолжался, то есть вторая волна, это было особо сильное место. Но вы знаете, у Кастанеды, кажется, есть выражение «место силы». Вот интернет, особенно ЖЖ, это Левжорнл, живые журналы, это и было какое-то место силы. Там совершались какие-то подлинные вещи. То есть можно было прийти и начать рассказывать про свою жизнь, раздражая кого-то, привлекая кого-то, никак ни на кого не действуя, то есть попадая в систему равнодушия, и вдруг понимая, что ты что-то не то делаешь. Но это было очень живое. А сейчас оно действительно стало превращаться, это пространство, просто в телевизор, в альтернативный телевизор. Идеологически там разный, но все-таки телевизор. И, к сожалению, силы уходят из интернета. А именно из интернета или из ЖЖ? Или для вас ЖЖ это такое выражение интернета? Ну, понимаете, ЖЖ ведь наиболее полноценная система сосуществования. То есть ты что-то делаешь, ты должен написать пост. Не просто повесить фотографию, когда в Одноклассниках, или ВКонтакте, или Фейсбуке, а написать пост, сделать усилия. И потом вынести то, что к тебе придут люди, и напишут «дурак», или, допустим, «несогласен», или там «убейся об стену», или что-то еще. То есть это двойное усилие. А Одноклассники, например, этого не требуют. Контакт почти этого не требуют. Потому что там люди просто перебрасываются, как они выражаются, фотками. У меня почему-то слово «фотки» очень раздражает. То есть легче слушать слово «кушать». Вот знаете, вся Москва теперь кушает. Они постоянно говорят «кушать», «пойдем кушать». Они понимают, что нельзя про себя говорить слово «кушать». Можно сказать «есть», «жрать», «питаться», еще что-то. Так вот, еще все говорят слово «фотки». Оно ужасное слово. Так вот, в Фейсбуке и во всех прочих сетях сейчас просто бросаются фотками. Они кушают фотки. И кушают фотки, совершенно верно. Мне кажется, нет, силы сейчас нету там. Она куда-то перетекает. А почему? Что произошло, как по-вашему? Я думаю, во-первых, пришло очень много людей, потребителей. Их там миллионы уже. Но, во-вторых, появились... Это мы, пропагандисты интернета, виноваты. В частности. И пришли люди, действительно, талантливые, чуть ли не гениальные менеджеры, которые уже все это курируют. Тема Лебедева. Монетизируют. Да, да. Но это же нет. Это не вызывает у меня никакого раздражения. Я считаю, что это правильно. Но просто это уже гиблое место в некоторой степени. Хотя есть люди прекрасные, удивительные. А что может заменить интернет сейчас? Какой есть альтернативный выход к публике? Вот этого я не знаю. Я думаю, какие-то внутренние небольшие семинары, мастер-классы какие-то. То есть, вот сейчас, например... Ну, не встречи, именно мастер-классы. Вот сейчас мне... Я не буду называть... А что это мастер-класс? Называй, чтобы это не было рекламы. Сейчас, допустим, делается, что там некие школы текстов. То есть, ты набираешь учеников, и ты с ними в течение 10 занятий как-то коррелируешь, как-то вступаешь в контакт. И вот мне кажется, это очень живая такая сектовая, конечно, немножечко история, но очень живая. Вообще, мне казалось, что интернет и поэзия – вещи не то чтобы несовместные, но явно из разных эпох. Нет, 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 ошибаетесь. Вы очень сильно ошибаетесь. То есть, а что вы подозреваете под поэзией? Это что, там, птичка золотая улетела к краю? Вот это для вас поэзия? Поэзия – это же не эта история. Поэзия – это единственным способом организованный текст, даже он, может быть, нерифмованный, каким-то болевым или, наоборот, счастливым способом организованный, который пробивает людей. Вот это и есть поэзия. То есть, вы же знаете, есть верлибры, есть традиционные стихи. Неважно, ты делаешь прямое высказывание, оно пробивает человека. Это и есть поэзия. Каким образом? Наоборот, это поэзия только… Понимаете, по-настоящему только поэзия и существует в интернете. Даже хорошо сделанный пост Тёмы Лебедева, что я к нему привязался, уже он не понятно. Это уже… Если это не какая-то манипуляция чистой воды… Ну, у Тёмы, ладно, у него нет поэзии. А вот любой, как бы, правильно сделанный, настоящий, неподдельный, без попытки манипулирования пост – это уже поэзия. Это почти стихотворение. Так что нет, вы ошибаетесь. Вы любите какую-нибудь музыку? Да, безусловно. Какую? Разную, ну, отечественную всякую. Там Борис Борисович Гребенщиков, например. Ну, вот, например, Борис Борисович Гребенщиков. Я стопроцентно уверен, что в каком-то моменте слово-звучание – это чисто в виде поэзии. Понимаете, она очищена от всего. Я не знаю, когда это, в треке ли, в клипе ли. Я не знаю, где это происходит, потому что я не очень люблю Гребенщиков, то есть я равнодушен. Но то, что это существующая поэзия, несомненно. Да и сейчас и ваша программа в некоторой степени в каких-то секундах становится этой поэзией. Особенно благодаря вашему присутствию, без сомненно. Я не спорю. Слушатель, вернемся к нему. Вы сказали о вот этих вот сектанских историях и мастер-классах. Ну, сектанские – это так, конечно. Да, я тоже утрирую. Читатель в интернете и слушатель на таких встречах или там мастер-классах – это разные совсем люди? Ну, я думаю, что они берутся все-таки, условно говоря, из одного места. То есть они отслеживают тебя, и они, когда приходят тебя слушать, они, естественно, узнают это, скорее всего, из интернета. То есть интернет… Нет. Я когда говорю, что это гиблое место, я имею в виду производство настоящих смыслов. А получение информации – это единственное место, где вы ее можете получить. Безусловно, получение информации и средства общения, в том числе и духовного общения – это совсем разные вещи. И в какой-то момент, я просто уточняю, если я правильно понял, интернет был и тем, и другим, а потом вторую функцию он нести перестал. Вы знаете, скорее всего, да. Хотя вот вы сказали, например, о духовных, да. Я, например, у меня есть в ленте Голышев, такой бывший священник, потом, кажется, чуть ли не в политтехнологиях работал. Он на самом деле пишет какие-то вещи, очень похожие на раннее христианство. То есть он пытается сейчас в наш такой как бы измученный и сложный, при всем при этом Великий век, он пытается восстановить какую-то раннехристианскую идеологию. Это очень интересно, так что это может быть и не только гибло, это зависит от человека. Вот я, например, я опять стал открывать комментарии, я стал опять писать посты в открытом доступе, потому что я понял, что я тоже, я как-то зашорился, я слишком отстранился. Надо, чтобы тебе было больно, Саша. И только тогда вы будете жить. И только тогда интернет будет живым местом. Пока нам больно, мы живем. Давайте я вас ущипну. Ну, давайте попробуйте. Это не так просто, как вам кажется. Вы такой тугенький, да? Вас не прощупаешь. Я, да, абсолютно. Поэт в интернете и реальный человек, который вот сидит сейчас передо мной, это разные два человека? Нет, это один я. Это все я. Ну, как? А как? То есть в интернете я типа такой, а с вами я сякой. Нет, я... Кстати, мне это очень мешает. Мне вообще, у меня слишком много, я это знаю. У меня слишком много силы. И я, конечно, меня часто упрекали, что якобы создаю какой-то образ, но я не могу создать образ. По одной простой причине, что из меня выпирает. И плохое, и хорошее. Во мне очень много плохого. Я очень высокомерен. Я на самом деле не очень люблю людей. И это все выпирает. И это все видно и в стихах, и у вас, и в интернете. Это довольно забавно смотрится, между прочим. Скажу вам, как комментатор. Вот кого-то вы сделали сейчас пост, вот только что, а я был первый. Это здорово. Вообще самое лучшее, это действительно, когда ты можешь... Ну, когда ты можешь быть забавно, когда ты можешь быть смешным, это очень тоже здорово. С другой стороны, слушайте, меня всегда очень волнует вот какой вопрос. Есть творец, и есть аудитория. Если раньше творца от аудитории отделяло пространство между сценой и зрительным залом, я очень условно говорю, надеюсь, вы понимаете, о чем я, да? То сейчас, с помощью интернета, их вообще ничего не разделяет. Потому что тут же, на той же странице, где опубликовано твое стихотворение, твой текст, твой пост, появляется огромное количество комментариев, огромное количество советов, огромное количество замечаний и так далее. Их ничто не разделяет. Как должен творец, условно, не обязательно поэт, коммуницировать, взаимодействовать со своей аудиторией? Должен ли вообще? Слушайте, вообще, как здорово, сами подумайте, как здорово, что на самом деле разрушена веками создаваемая искусная преграда. Она создавалась или была сразу? Я думаю, что она создавалась, она чисто физически создавалась. Человек издавал книгу, где-то там в глубинке ее читали, и что? Ну, он напишет там в издательство. Здравствуйте, дорогой Николай Петрович. Спасибо вам большое за стихи, которые пронзили меня в самое сердце. Ну, понимаете, да? Поэт, ни поэт, ни писатель, никто это не получит. Даже эстрадный певец этого не получал так быстро. А сейчас очень здорово, что это снято. А чего хорошего? А потому что, понимаете, а потому что ты не можешь начать на себя наращивать ложь. Ты не можешь там все время стоять на катурнах. Ты либо стоишь того, чтобы к тебе приходили. Вот ко мне приходят иногда. А иногда приходят и говорят какие-то гадости, да? Но часто приходят и говорят, и они сами создают эту символическую границу. Она для них существует. И значит, я заслужил это. И значит, я действительно что-то стою. Если без всяких моих угроз, типа, не смейте, они приходят и сами создают символическую границу. По-моему, это очень здорово. И очень хорошо, что мало лжи становится. Вот эта история, которая мне очень нравится, да? Случилась. Как он? Викиликс. Викиликс. Да, Викиликс. Известная история, когда вдруг стало понятно, что теперь нельзя даже государству быть непрозрачным. Потому что рано или поздно все про тебя всплывет. Вы понимаете, какая это замечательная вещь? То есть мы, по большому счету, должны и можем существовать в мире без лжи. Я не стану задавать последний вопрос. Мне кажется, однозначный ответ на него. Кем бы стал Дмитрий Воденников, если бы не было интернета? По-моему, тем же самым. Да, я, собственно, начал быть без него. Это была программа «Раздывание личности».